Александр Шишонин. Медицина здоровья против медицины болезней. Другой путь. Читает Игорь Гмыза. Посвящается Владимиру Дильману, великому теоретику и практику эндокринологической физиологии. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА РОЖДЕНИЕМ ПАРАЛЛЛЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО КНИГ ОБ ЭТОМ НАПИСАЛ. ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО НАПОМИНАЕТ? ПОЯВЛЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В МИРЕ ГИГАНТСКИХ ЯЩЕРОВ. ПРЕДСТАВТЕ, НА СУШЕ ЕЩЁ ЦАРЯТ ДИНОЗАВРЫ, И БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ПЛАНЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ. Но уже появились и мелькают под кустами какие-то мелкие юркие создания с теплой кровью, которых сейчас никто не замечает в этом мире тяжеловесов, но которым суждено великое будущее. Пройдет время, и они вытеснят неуклюжих ящеров, завоюют планету и построят цивилизацию, выйдут в космос. Вот Шишонин, такое млекопитающее, активно действующее в мире бронтозавров, гигантских фармацевтических заводов, которые производят таблетки мегатоннами. Индустрия. Фабрики производят, машины развозят, врачи прописывают, аптеки продают. А теперь скажите мне честно, как на духу, положа правую руку на сердце. Как вы полагаете, можно таблетками вылечить все то, что ими сегодня с завидным упорством лечат? Диабет, гипертонию, атеросклероз, хронический простатит, подагру, остеопороз, артрит? Нет, конечно. Потому что, согласитесь, болезнь ваша возникла не потому, что в вашем организме недостаток той химикалии, что содержится в прописанной вам таблетке. И вот ситуация. Убийца номер один в мире сердечно-сосудистой болезни, гипертония, диабет и атеросклероз. Они уносят больше жизней, чем все остальные болезни вместе взятые. А излечению не поддаются. Врачи же говорят, вы теперь всю жизнь у нас будете сидеть на таблетках, пить статины, пилюли, понижающие давление или сахар. А мы будем вам периодически дозу увеличивать и назначать все более сильные препараты, потому что организм ваш будет к прежним адаптироваться. Вам будут убирать симптомы, а не болезнь. И не по злому умыслу, а просто в силу непонимания причин и отсутствия видения общей физиологической картины. Медикам 20 века застили глаза успехи военно-полевой хирургии, набившей руку на двух мировых войнах, а также изобретение антибиотиков, позволивших успешно расправиться с инфекционными заболеваниями, этим бичом человечества на протяжении тысяч лет. И потому для лечения хронических неинфекционных заболеваний врачи по накатанной стали применять те же методы – нож и таблетку. Старая медицинская школа, обращавшая внимание на нарушение физиологии, оказалась забыта. Врача заменил, по сути, фельдшер, бездумно снимающий симптомы таблетками. Безнадега какая-то, но очень выгодная фармацевтическим монстрам, которые царят сейчас на планете под именем медицина. И вот появляются врачи, которые указанные болезни не лечат, а успешно излечивают, без таблеток. Не симптомы убирают, повторюсь, а болезни. Пока фармацевтические бронтозавры их не замечают в силу мизерного количества. Потом будут с ними бороться, потому что бизнес-индустрия налажена, и в ней крутятся сотни миллиардов долларов. Но в прекрасном мире будущего именно такие шишонины завоюют планету. Потому что со временем, по мере распространения информации из уст в уста, именно их выберут потребители, как в свое время они выбрали стиральную машину-автомат вместо корыта. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Слушайте и удивляйтесь. Александр Никонов, писатель, телеведущий канала НТВ, автор нескольких книг о новой безлекарственной медицине. Эпиграф. Одна из главных обязанностей врача — научить людей не принимать лекарства. Уильям Ослер. Врачи и пациенты. Вместо введения. Когда он вошел в мой кабинет, я уже знал, что он скажет. Это невыносимо. Просто жить дальше не хочется. Потому что я часто это слышу. Их много таких. Их замучила болезнь, превратив жизнь в маленький каждодневный ад. А больше болезней их замучили врачи. Ну, в самом деле, разве можно каждый день принимать пригоршню таблета, которые не вылечивают болезнь и уже даже не снимают симптомы? Никакого здоровья не хватит. Эти препараты неизвестно, как между собой сочетаются, попадая в колбу организма. В какие реакции они там друг с другом вступают и какой результирующий эффект могут дать. Это же никто не проверяет. Но зато врачи выписывают больному с усердием один препарат за другим. У меня были пациенты, которым прописывали до 15 различных препаратов от всяких недугов. Не заботясь о сочетаемости. И несчастные от воздействия этой забористой химии страдали больше, чем от самих болезней. Буквально еле ноги волочили. Мучаясь от постоянных головокружений, тошноты и слабости, отсутствия аппетита, частых гипертонических кризов, боли в желудке и в печени, которая уже не справлялась с этими ударными дозами химикалий. Так ведь и до лекарственного цирроза недалеко. Только вдумайтесь в это хорошо знакомое медикам словосочетание. Лекарственный цирроз. Это ведь означает, что лечат так усердно, что аж убивают. Натуральная химиотерапия. И что самое обидное, не излечивают от того, от чего пытаются. Почему? Потому что не видят причину болезни, а видят только ее следствие. Их и лечат. Кстати, про то, что врачи убивают, это не преувеличение. По сообщению британского медицинского журнала, каждый год в США с их развитой медициной до 250 тысяч человек умирают от врачебных ошибок. И это вторая по значимости причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, около миллиона человек в год в США объявляют медицинское банкротство, так как уже не в силах оплачивать лечение. Получается, что одних залечили до смерти физической, а других до финансовой. Но дело не только в ошибках врачей. Само лечение убивает. Так было в 19 веке, когда во время эпидемии холеры в лондонском гомеопатическом госпитале смертность была в три раза меньше, чем в обычной городской больнице. Иными словами, если вовсе не лечить, а гомеопатия — это безвредная имитация лечения, больные выживали лучше, чем при стараниях врачей, которые их, по сути, загоняли в гроб. И дело тут не только в диковатых методах типа кровопускания, которые применялись тогда. Так происходит и сейчас. Журнал Американской медицинской ассоциации несколько лет назад опубликовал статью с необычным названием «Смертность и характер терапевтических процедур среди пациентов, госпитализированных с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в дни национальных встреч кардиологов». Было проведено статистическое исследование, которое дало потрясающие результаты. В те дни, когда сердечные хирурги и кардиологи не лечат больных, а концентрируются на своих съездах и конференциях, где делятся передовым опытом, в их опустевших клиниках резко падает смертность сердечников. Подобные эффекты отмечались в разное время и в других странах. Вот что по этому поводу пишет знаменитый американский педиатр Роберт Мендельсон. В 1976 году в столице Колумбии Богате все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня. Национальный католический вестник описал ряд необычных побочных эффектов этой забастовки. Уровень смертности упал на 35%. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил, это может быть совпадением, но это факт. В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18%, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7000 приемов против прежних 65000. Забастовка продолжалась в течение месяца. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50%. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за 20 лет до этого. Неплохой повод задуматься. Садитесь. На что жалуетесь? Я могу не слушать ответа. Я и так знаю все, что он мне сейчас скажет. Иногда его прихватывает так, что ему кажется, все, смерть наступила. Это бывает часто. И таблетки уже не помогают. А их ему в поликлинике понапрописывали уже около десятка наименований. Он ходит по краю и может умереть в любой момент, просто встав с унитаза. У него импотенция и большие проблемы с ногами и суставами. Его сосуды забиты бляшками. Наверняка в последнее время садится зрение. Болит желудок, беспокоит поджелудочное. Сто пудов камни в желчном. И, скорее всего, в почках. Да и сам наверняка по аптекам помотался, а знающие доброхоты и провизоры уже успели насоветовать пяток-другой средств понадежнее. От всего этого чудесного букета его не вылечат в поликлинике. Там просто пропишут таблетки, которые на пользу не пойдут. Да и когда вообще таблетка шла на пользу организму? Если бы таблетки были полезны, мы бы ими питались. Но таблетки не являются нашим видовым питанием, и вряд ли вы будете с этим спорить. Так какая от них может быть польза? Разве что глистов потравить. В общем, ко мне в кабинет вошла, села и жалуется сама медицинская энциклопедия. Можно не слушать, потому что я и так знаю, что будет дальше. Я его вылечу, если он мне поможет спасать себя. Это в обычной медицине таблетку можно прописать любому и каждому. А в моей главным инструментом излечения является сам больной, его тело, его воля, его старание и желание вылечиться. И вот если человек будет работать над собой так, как я велю, через какое-то время он выйдет отсюда здоровым, с нормальным давлением, и в свои 86 будет чувствовать себя лучше, чем чувствовал в 50. И я никакой не бог. Я просто долго к этому шел. И надо, наверное, рассказать, каким был путь и где он разошелся с казенной медициной протокола. Я доктор наследственный, прям как колдун. В том смысле, что из медицинской семьи. Мой отец, хирург, заслуженный врач Российской Федерации. Поэтому с самого детства я рос в особой атмосфере уважения и даже любви пациентов к моему отцу, его профессионализму, его внимательности и готовности оказать помощь даже в самых непростых ситуациях. И ко мне, как к сыну, тоже всегда было особое отношение со стороны людей, знавших отца. Это был аванс, как я теперь понимаю. Спасибо, граждане, отработал. В то время, когда я рос, в 80-е, 90-е годы прошлого века, страна пребывала в глубоком экономическом кризисе. Полки магазинов зияли пустотой. Люди вынуждены были буквально выживать. Но даже в те тяжелые годы в нашей семье проблем с питанием было меньше, чем у моих друзей и знакомых. Люди благодарили отца продуктами, которые удавалось достать. И это также внушало мне дополнительное уважение к профессии врача. Можно хорошо покушать. Поэтому для меня с самого детства не было альтернатив в выборе будущей профессии. Я мог стать только врачом, как отец. Иного не мыслилось. Ну, может, еще биологом. Судьба сама буквально подталкивала меня по этой дорожке. И по-крупному, и в мелочах. В школе мне повезло с учителем биологии. Вероника Станиславовна Запалацкая исповедовала особый подход к обучению этой науки. На ее уроках было всегда очень интересно. Мы могли не просто изучать определенную тему, но и творчески участвовать в процессе изучения. Такой подход очень сильно отразился на формировании моего отношения к живому веществу. Не как к какой-то неизменной данности, а как к объекту, меняющемуся, постижимому и требующему постоянного исследования. На своих уроках сия фееричная дама делала акцент на методе так называемого «додумывания». Увлекательно и подробно рассказывая про очередную биологическую проблему, она просила нас подумать и ответить на вопрос, для чего та или иная функция биологической системы была создана природой. И у меня, хотя я мог заранее и не знать ответа, все же получалось лучше, чем у моих одноклассников додумывать и отвечать за природу, поэтому меня особо выделяли в классе. Это также отражалось на том, что я успешно побеждал в городских олимпиадах по биологии. Впоследствии я заново открыл для себя метод додумывания за природу в трудах великого биолога-теоретика Эрвина Бауэра. У него этот метод назывался метод биологической дедукции, по аналогии с методом знаменитого сыщика Шерлока Холмса, каковой метод позволял ему раскрывать сложнейшие дела. Сей метод за палатской Бауэр я перенял, проживал, проглотил и усвоил настолько, что он стал моим, он стал мной, и именно данный инструмент помог мне в будущем постичь глубинную суть процессов, происходящих в живом веществе. Вторая моя жизненная удача — учитель физики Николай Петрович Кучер. До девятого класса я физику не любил и считал ее совершенно ненужным предметом. Но когда в школу пришел молодой преподаватель, которому мы сразу дали кличку, не отличающийся от фамилии, и начал в яркой и увлекательной форме рассказывать о физических законах и явлениях, мое мнение о предмете полностью перевернулось. Именно благодаря знаниям и любви к физике, полученным на уроках Николая Петровича, мне удалось протянуть стратегический мост между миром физики и миром биологии, понять суть трудов величайшего физика двадцатого века Ильи Пригожина и его коллег, о чем будет рассказано далее. Вообще, надо сказать, моя книга строится весьма щадящей для слушателя. Умному слушателю достаточно прослушать первую половину, чтобы все понять и расправить плечи надеждой. Потому что вторая половина для особо умных, типа меня, любящих поковыряться в основах бытия и не жалеющих на это времени. А также для тех, кто чуть больше разбирается в медицине или хочет в ней разобраться. Там ярко представлен Шишонин-теоретик. А в первой ораторствует скорее Шишонин-практик, объясняющий простым языком сложные вещи. Да так ловко, что ясно становится каждому. Вот. И еще, как ни странно, огромное влияние на формирование моего внутреннего мира оказало знакомство с учением совершенно особенного даосского мастера Александра Николаевича Медведева. Я познакомился с его трудами заочно. В них Медведев рассказал о своем ученичестве у мастера корейских боевых искусств Шоу Дао, описал глубинные основы и дал множественные примеры применения знаний и практик боевых искусств. Он также разработал уникальные прикладные системы рукопашного боя, активно обучал и обучает до сих пор своих учеников. Потрясный дядька!